Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите получить профессию сценариста, если вы хотите написать свой сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе. Пока его не занял кто-то другой. У нас начали, кстати, сегодня оплаты, прям полетели. Четыре оплаты за день прилетело. Значит, расклад такой, где-то около чуть больше третье уже мест занято. Еще примерно треть места придут люди с текущего курса, с текущих двух, вернее, курсов, с курс по роману и с курса по пьесе, который сейчас идет в мастерской. И вот примерно человек 10 из вас я могу взять. Так что вот кто-то, кто если надумал, то проходите по ссылке в описании и подавайте заявку и занимайте место, пока его не занял тот другой. Опыт показывает, что всегда, всегда, сколько бы, как бы, что бы ни происходило, закрывается набор и потом опознаны бегают, пишут мне письма, просят, умоляют. Давайте заплачу две цены, три цены заплачу. Ребят, вот прямо сейчас можно одну цену заплатить и все нормально. И учиться с первого, там не с первого, с какой-то, с третьего что ли декабря. Так, напишите в чате, кто подключается. Я специально чуть-чуть пораньше вышел в эфир, чтобы все, зайдя на страницу, чтобы видели, что уже есть эфир. Я немножко заморенный, потому что у нас сегодня был поход на Космоскову, большая выставка современного искусства, и мы сегодня с утра с АК забурились, а потом весь день, весь день до восьми вечера гуляли с ребенком. Я не знаю, наверное, километров двадцать так точно. Вот только что, только-только пришел. Так, народ потихонечку-потихонечку подключается. Так, друзья, сегодня у нас финал, с вами грандиозный финал. Немногие добрались, как я и предполагал, немногие добрались до финала. Ну, кто добрался, тот добрался. Давайте мы освежим то, что мы с вами делали. Мы с вами написали заявку вашего сериала. Вопрос. Понятно ли вам все, что мы делали с вами до сегодняшнего дня? Если все понятно, напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, задайте вопросы. Мне, естественно, у меня нет задачи увидеть слово «понятно» в чате. У меня задача вас включить, чтобы осознанность включить, чтобы вы оглянулись назад, вспомнили все, что мы с вами изучали. И, да, все по полочкам, все разложено, все как бы, все есть. Окей. Хорошо. Да, если что-то непонятно по всему курсу, мы сейчас с вами дальше будем двигаться. У нас всегда, на самом деле, даже такие короткие недельные курсы все равно оставляют такое ощущение светлой грусти. Да, потому что курс – это всегда такая маленькая жизнь. Ну, не говоря уже как в мастерской, ты за три месяца там просто целая жизнь проходит. Да, то есть приходят люди, которые еще там ничего не знают, ничего не умеют. Вот какие-то такие первые наивные шаги. А три месяца прошло, и ты просто видишь совершенно другую ситуацию. Да, то есть люди раскрываются очень круто. К этому привыкнуть, к этому невозможно. Так, давайте сюжет и синопсис одно и то же. Нет. Сюжет – это то, как оформленная история. Да, то есть у вас есть какая-то фабула, да, то есть есть какой-то состав событий. Дальше вы этот состав событий каким-то образом излагаете. Вот это и есть сюжет. Синопсис – это письменная форма изложения сюжета. То есть если я рассказываю история про героя, который пошел, победил дракона, это сюжет, но это не синопсис. То есть я сюжет вам могу пересказать. А синопсис – это форма бытования сюжета. Да, то есть когда вы сюжет записываете в виде синопсиса, он становится синопсисом. Я сюжет могу развернуть, да, я его могу, сюжет, свернуть в логлайн, да, в одно предложение я сюжет могу свернуть, я его могу развернуть в синопсис, я его могу развернуть в тритмин, и, да, там, на 20-30 страниц, расширенный, я его могу развернуть по эпизодный план, я могу его развернуть в сценарий, в диалоге. Вот это все будет сюжет, да, то есть сюжет – это содержание синопсиса. Вот так можно сказать. Хорошо, давайте мы проведем ревизию. Напишите в комментариях, у кого из вас на настоящий момент есть готовая заявка. Вот из тех, кто смотрит в прямом эфире, сколько заявок у нас сейчас есть готовых. Я видел, там люди писали в комментах, но у меня летят комменты непрерывно, поэтому там статистику сложно судить. К тому же, да, я не знаю, может быть, заявка у вас есть, а вас в эфире нет. Так, есть заявка, я хочу сейчас посчитать, сколько у нас есть заявок. Так, раз, два, три. То есть в заявке мы пишем сюжет в виде синопсиса. Грубо говоря, да. Да, то есть изложение сюжета в заявке, нам его можно считать синопсисом. Так, еще раз, вы меня сбили. Раз, два. Просто синопсис, он может отдельно существовать от заявки. То есть он может быть частью заявки, но необязательно. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать человек. Я почему-то думал, что будет человек семь. Ну, хорошо, ладно. Есть одиннадцать заявок. Значит, одиннадцать заявок мы сегодня и отправим. Нет поэпизодника. А зачем им поэпизодника? На этом этапе нам с вами поэпизодник не нужен. Так, значит, дальше мы с вами будем отправлять этот самый... Я не знаю, интересно, я могу здесь открыть так, чтобы показывать вам экран. Демонстрация экрана. Могу. Я вам сейчас прямо буду показывать тогда в... Я открою экран и буду прямо на экране показывать то, что я делаю. И ваша задача будет повторять. Интересно, я потом смогу это обратно закрыть? Так, весь экран, да? Окно, весь экран. Не надо весь экран открыть. Вы демонстрируете экран. Так, я демонстрирую экран. Сейчас давайте я проверю, демонстрирую ли я экран. Да, демонстрирую. Ага, хорошо. Окей. Так, я на телефоне хочу открыть трансляцию, чтобы видеть и чат, видеть отдельно, а и отдельно видеть этот самый. Так, значит, я вам показываю, что вам сейчас надлежит сделать. Значит, я открываю еще один этот самый и захожу на сайт кинотеатр.ру. Сайт называется кино-театр.ру. Так, вот я на него зашел, на сайт кинотеатр.ру. Зайдите, откройте у себя сайт кинотеатр.ру. И когда вы это сделаете, напишите в чате плюсик, чтобы вы открыли сайт, нашли сайт кинотеатр.ру. Когда вы это сделаете, напишите в чате, поставьте плюсик, чтобы вы это сделали. Так, есть. Погнали. Теперь, значит, смотрите, в вашей заявке мы с вами писали, как у нас, в каком жанре у нас наш с вами сериал. Да, давайте вот сейчас напишите сейчас в чате, в каком жанре ваш сериал. Жанр вашего сериала, напишите, одним словом, жанр вашего сериала. Давайте предположим, что я тоже делаю какой-то, ну, на примере, я делаю какой-то сериал, да, ну, если бы я делал, я, скорее всего, делал детективный сериал. Да, вот предположим, что я делаю детективный сериал, да, вот Александр тоже делает детектив, вот Айбек делает фэнтези с элементами детектива. Вот сейчас мы с вами и увидим фэнтези, насколько вас требовали, жанр, фэнтези тоже, детектив. Так, сейчас просто вы все увидите вот прям на этом самом, на, где у нас фильмы, за кадром новости. Так, значит, смотрите, находите, вот четвертая, четвертая колонка слева, вот фантастический триллер, сейчас мы все, сейчас вы все увидите, прям вот, а получите обратную связь мгновенно от этого самого, от индустрии. Четвертая колонка, и сверху у вас открывается такое окно, и вот я вижу, оно открывается, да, и открываем раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестая строчка сверху, российские сериалы. Называем российские сериалы. Я советую брать предыдущий год, когда. Вот в этом упражнении, да, предыдущий законченный год, то есть не текущий год, двадцать третий, да, потому что тут он еще и не закончен, да, еще и там какие-то проекты будут добавляться, поэтому лучше взять двадцать второй, но конец года можно и двадцать третий. Ну, давайте, давайте для чистоты возьмем двадцать второй год. Значит, открыли, вот у нас с вами появляется такое окошечко, российские сериалы, двадцать второй год, все жанры, значит, все жанры нам не надо, потому что мы с вами не все жанры писали. Вот какие у нас есть жанры. Мы смотрим, биография есть, боевик, военный фильм, детектив, детский фильм, драма, исторический фильм, комедия, криминальный фильм, мелодрама, мистика, молодежный фильм, музыкальный фильм, научная фантастика, нуар, приключения, притча, семейное кино, социальная драма, спортивный фильм, трагикомедия, триллер, фэнтези, фильм, катастрофа, фильм ужасов, шпионский фильм, экранизация, эротика. Вот мы видим, да, фантастический триллер, видим мы здесь фильм, здесь такой жанр, нет, не видим, нет такого жанра, ну, ситком, румком, это все, это все комедия, фэнтези есть, есть, фэнтези есть, детектив есть, есть, фэнтези с элементами детектива здесь есть, нет, нет, вот вам обратная связь. Все, вы как бы фильтр не прошли, вам некуда отправлять ваш сериал, потому что мы не видим здесь ни одной компании, которая снимала бы фильмы в жанре фэнтези с элементами детектива. Фэнтези есть, вампиры средней полосы, Эпидемия 2, Карамора, Предпоследняя инстанция, да, вот, пожалуйста, довольно большое количество фэнтези снимается. Вот, поэтому ищите фэнтези. Если у вас рубком, ситком, смотрите комедии. Если, то есть, ну, берите, если ваш, у вас жанр, как бы, не вписывается в формат, да, берите что-то, что близко. Значит, детектив, ну, коль скоро мы с вами детектив взяли, да, значит, я беру детектив. Вот, у нас здесь детективов какое-то количество есть. Дальше, я беру и смотрю. Открывайте, открывайте свой жанр, вот, рубрику жанр, который вам, ваша заявка. И дальше начинаем смотреть, да, агентство антитролль. Я смотрю по сюжету, насколько это близко мне, да, близок проекту. Студентка-лингвист Лилия Полевая, программист Сева, организует детективное агентство антитролль. Ну, интересный, прикольный сюжет, мне нравится, да. Адмиралы района 2. Полюбившийся, как-то, что-то, как-то, что-то про бандитов, про гопников. Мне это не близко, да, я пропускаю. Аксентьев. Так, синопсис мне не очень нравится, но Андрей Любинсон, я, как бы, мы с ними знакомы, да, но я его работы видел, проект вроде бы интересный, да. Акула, да, начальнику УГРО Александру Кулакова по прозвищу Акула и так далее, да, то есть вот я и дальше я смотрю, да, вот все эти проекты, да, это потенциальные мои заказчики, да, то есть потенциальные ребята, которым я могу отправить. То есть и по-хорошему, да, надо выбрать время, да, сейчас мы с вами у нас в эфире, да, мы не можем там сесть часик посидеть, ну, ведь я бы прочитал все синопсисы, выбрал бы что-то, что мне больше по душе и дальше, ну, допустим, я, у меня же пример вам надо показать, я беру прям первый попавшийся. И что мы здесь видим? Да, мы видим здесь кинокомпанию продюсер Александр Герасимов, мы видим здесь кинокомпанию Мастерфильм. Самое смешное, что я знаком с этим продюсером и Мастерфильм, компанию я знаю, и более того, я для этой компании написал два сценария, анимационными фильмами она занималась тогда, и мы, кто-то я срезонировал на этот самый, срезонировал на синопсис, Герасимов знаю очень хорошо, хороший очень продюсер, вот, и с Аней Шепиловой мы для Мастерфильма сделали два анимационных фильма. Вот, значит, смотрите, что надо сделать. Нужно, ну, возьмите для примера, да, сейчас возьмите просто вот хоть какой-нибудь, возьмите детектив, откройте синопс, откройте, кликните на страницу сериала, да, вот на, посмотрите сюжеты снятых сериалов, вот на что вы среагируете, на фамилию режиссера, на какой-то сюжет, да, и дальше вы заходите и смотрите, какая компания сняла этот сериал, то есть, для чего я сейчас, что я сделал, я нашел компанию, ну, под чистой случайности, это, там, компания, с которой я уже работал, поэтому, но я чисто, ну, как бы, я чисто все сделал. Ну, давайте другой возьмем, давайте уж тогда не будем это самое, ой, я закрыл страницу, это несложно, сделаю еще раз. Значит, 22-й год, жанры детектив, агентство, ну, давайте, вот, Адмиралы района, бог с ним, пусть будет, мне не нравится, пацаны. ООО 3Х медиа, блин, я тоже с этой компанией работал, кто-то я вижу это самое, про подводников они, мы делали какой-то для них сериал, ну, ладно, неважно. Мне кажется, что я уже со всеми компаниями работал в той или иной степени. Значит, и мы проходим и находим производство, да, то есть, что я нашел, я нашел название компании, которая, по крайней мере, в прошлом году у нее вышел какой-то сериал, да, то есть, который снимает сериалы в жанре, который меня интересует. То есть, она реально существует, и она занимается производством. Напишите сейчас в чате, вот прям, давайте, уж все это самое, у нас, мы же с вами в бассейне плаваем, да, напишите в чате сейчас название компании, которые вы нашли. Да, то есть, у вас сейчас в руках должно быть название какой-то компании, вот, если вы все сделали, все, что я вам показал, которая занималась съемкой сериалов в вашем жанре, напишите, какое название компании вы нашли. Нашли, да, Лэйзи Дог, продакшн по заказу Айви, ну, Айви, это самая платформа, да, Инии Продакшн, да, Всемирные Русские Студии, РВС, BBG Продакшн, вот это не знаю, что такое, да, Эпик Медиа, Петрофильм, Мастерфильм, вот, пожалуйста, да, Герасимов, да, Мастерфильм, тоже Мастерфильм, сейчас мы Герасимова завалим. Заявкой. Сейчас мы сделаем. Так, хорошо, давайте, вот, я нашел ООО 3X Media, да, я ее захожу, я, этот, у меня стоит так, продюсеры Сарик Андреасян, Гивонт Андреасян, честно, я не знаю, какой у них, какая, как у них называется компания сейчас, кинокомпания братьев Андреасян, вполне может быть, значит, скорее всего, можно найти, в Яндекс забить, опять же, там, кинокомпания братьев Андреасян и найти их сайт, вот, сделайте сейчас вот это, да, то есть я у вас на глазах взял этот самый, что-то у всех Мастерфильм. Я гляну, Мастерфильм, мастерфильм, да, вот у нас, Мастерфильм. На компания, на компания Мастерфильм, Мастерфильм.ру, а вот она, Тайна Сухаревской башни, да, я, кстати, он во ВГИКе преподавал, я для его ребят читал Мастерфильм.ру, ребята, игровое кино, анимационное кино, так, компакт, контакты, контакт у нас, Майл, Собака, Мастерфильм.ру. Вот все, кто, это самое, да, вариант 1, 2, 3, продакшн, да, есть такая компания, Майл Мастерфильм.ру, вот мы с вами нашли контакты, 3x медиа, контакты, вот у них, видите, предложение по молодежному, этому самому контенту, отдельно есть этот самый, да, для заявков, и синопсисов сериалов, эдитар, собака, 3x медиа.ру, для сценаристов, отдельно есть Майл. Очень часто бывает, если большая компания, есть прям форма для сценария. Вот мы нашли контакты. Вот мне люди пишут, комменты иногда, все это ерунда, все вы, Александр, все это ерунду, что вы рассказываете, как написать сценарий. Вы мне одно дайте, контакты продюсера. Куда мне, я уже написал гениальный сценарий. Вот мы с вами, да, сейчас 19, 20 часов, 19 минут. Вот за 19 минут я вам нашел кучу контактов продюсеров. Тем им можно отправлять заявку. Да, то есть заходите на сайты и находите мэйл. Так, когда вы это сделаете, напишите в чате. Мэйл нашел или мэйл нашла. На сайте за секунду находится мэйл. Когда найдете, напишите в чате. Мэйл нашел или мэйл нашла. Нашел, Юрий нашел. Кто еще нашел мэйл? Есть, Людмила нашла мэйл. Одег нашел, Александр нашел, Ольга нашла. Там нет мэйла для сценаристов. Ну, если нет мэйла для сценаристов, значит, отправьте на общий мэйл. Так, пока только страницы ВК и Ютюбе. То есть, если у компании нет сайта, есть вероятность, что такое бывает, да, что компания не занимается постоянным производством. То есть, она не заинтересована в том, чтобы рассматривать заявки сценаристов. Если она заинтересована в том, чтобы ей писали, значит, у нее есть сайт. Соответственно, если нет сайта, берите следующую компанию. Просто, ну, у вас в жанре в этом, да, там десятки сериалов. Берите следующую. С меня требует подключить профессиональный доступ. Не знаю, что это такое. Чтобы мэйл найти, ну, опять закрыли. Следующая компания, следующий мэйл. Мэйл нашла. Когда я начинал работать, я вам рассказывал про это. Я отправлял день за днем, я каждый день отправлял по одной заявке. Я писал одну заявку в день и отправлял в одну кинокомпанию. То есть находил контакты компаний в интернете и отправлял. Тогда еще, кстати, не так много компаний было. Гораздо меньше, чем сейчас. И тогда в интернете даже сложнее было найти. Вот сейчас все достаточно просто. Мы с вами все нашли. Теперь что мы делаем? Теперь мы пишем письмо туда, в эту компанию. Если там есть имя какое-то, то есть условно говоря, вот здесь есть контактное лицо Анастасия Третьякова. Соответственно, я бы ей написал. Уважаемая Анастасия. А, нет, это для прессы. Ну вот если бы там было какое-то это самое, то я бы написал. Так, давайте сейчас про сценарные конкурсы попозже. Сейчас мы с вами заняты конкретным процессом. Нормально я к ним отношусь. Я считаю, что к ним во всех сценарных конкурсах нужно участвовать. В каких только можно. Ну, на начальном этапе, когда вы начинаете работать, надо участвовать везде. Если там для участия требует какой-нибудь взнос в 500 рублей, я думаю, что если вы не в состоянии 500 рублей потратить, то вам нечего делать в нашем бизнесе. Потому что, ну, как бы, это миллионный бизнес. Бизнес, в котором сценаристы доходы считают миллионами. Вот. Если у вас на входе нет 500 рублей, так же, как мастерскую. И вот я не могу заплатить 70 тысяч за ваш курс. Ну, значит, вам сюда не надо. Ну, здесь сумасшедшая конкуренция. Вот. Здесь люди зарабатывают, ну, реальные деньги. Как бы, и если у вас нет 70 тысяч, ну, идите и заработайте для начала 70 тысяч. И в процессе зарабатывания этих 70 тысяч, или накопите, вы приобретете компетенции и способности, которые вам очень пригодятся в работе сценариста. Финансовое планирование. Так, хорошо. Теперь открываем ваш мейл. Так, на сайте премьера есть почта для сотрудничества и почта помощи. Понятия не имеем куда. Ну, отправьте куда-нибудь. Отправьте в сотрудничество. Еще раз. Ребят, вот смотрите. Что мы сейчас с вами делаем? Мы с вами занимаемся холодными продажей. Есть такой анекдот. Нет, не буду я этот анекдот рассказывать. Пожалуй, он чудовищный. Ну, вот смотрите. Например, юноша хочет познакомиться с девушкой. И вот он подходит ко всем девушкам на улице и говорит «Привет, я хочу познакомиться с девушкой. Можно я с тобой познакомлюсь?» Ну, если он там симпатичный, говорит вежливо, хорошо одетый, да, и так далее, и так далее, да, то вероятность того, что он познакомится, ну, там, от 40 до 60 процентов. Да, но это не 3 процента вероятность. То есть не 99 процентов девушек будут его посылать. Но не 100 процентов. Вот. А если вы знакомитесь с девушкой там где-то на вечеринке, вас знакомят, вас представляют, говорят, что это вот такой-то, такой-то, да, вот он классный, давайте вы там подружитесь, да, то есть защиты как бы падают, и вам гораздо проще с человеком познакомиться. Поэтому, конечно, по знакомству гораздо проще попасть в компанию. Вот. Если, например, там, у меня просят рекомендации, у меня бывает такое. Я редко очень делаю это, потому что, ну, как бы, за человека отвечаешь, да, но если уж я даю рекомендацию, то человек работу получает, ну, там, 100 процентов получает. Здесь вероятность не 100 процентов, но мы попадаем в жанр, да, по крайней мере, да, и я бы, вероятность того, что вам ответят, да, я бы сказал, что она там процентов от 30 до 50. Это не 3%, но это и не 80%. И поэтому, значит, сколько можно отправлять таких заявок в такие компании? То есть, вот вы отправили заявку. Если вам не отвечают в течение недели, это значит, что ответ нет. Это значит, что, ну, как бы, дальше вы можете следующему продюсеру отправлять эту же заявку. Вот, если вам ответили, что сказали, да, заявка интересная, мы, типа, ее рассмотрим, может быть, там, на канал пошлем, как бы, в принципе, интересно. Вот, с этого момента вы ждете 2 месяца. Если вам ответили и сказали, что мы вашу заявку рассматриваем, если через 2 месяца вам не написали, не пригласили вас на встречу, ничего вам не сказали, это значит, ответ нет. То есть, никто никогда в нашей индустрии не дает отрицательных ответов. То есть, отрицательный ответ дают только в том случае, если хотят оскорбить. То есть, если, как бы, всем пофиг, да, то вам просто не ответят. Это значит, ответ нет. То есть, если вам написали, что мы рассматриваем вашу заявку, мы ее куда-то отправляем, вы 2 месяца ждете. Вот. Если через 2 месяца не ответили, это значит, ответ нет, и можно дальше заявку отправлять еще куда-то. Чтобы не было так, что вы отправили кому-то заявку, и дальше ваша заявка всплывает на канале там с разных сторон. Одна компания предложила, другая компания предложила. Такое бывает, это очень неприятно. В целом, обычно, ну, по науке, да, по вообще, по всему, по логике, компания должна сообщать автору, куда она отправляет заявку. Но, на самом деле, в реальности, так никто не делает. У меня была ситуация очень неприятная, когда продюсер попросил заявку для канала СТС. Не буду говорить, кто продюсер, не важно. Значит, и я дал ему какая-то у меня была какая-то заявка, да, заявок у сценариста не должна быть одна заявка, у него должно быть много заявок. И спрашивает, есть детективная заявка? Я говорю, есть. Но, я говорю, ну, она не для СТС, это скорее МТВшная заявка. Он говорит, нет, нет, они именно как раз боевик, детектив хотят. Я говорю, окей, хорошо. Я ему отправлю. Все, он пропадает, больше его нет. Я как бы исхожу из того, там проходит несколько месяцев, я исхожу из того, что как бы, ну, ничего не подошло. Вот. С другой продюсершей, продюсеркой, продюсером разговариваю, значит, и она говорит, есть какая-нибудь хорошая, хороший боевик? Я говорю, да, есть вот такой, такой, такой проект. Вот. Она посмотрела, ну, мне ведь нравится, давай мы на НТВ предложим. Значит, мы отправляем на НТВ заявку, она мне звонит, говорит, слушай, ну, очень неприятная ситуация, произошла. Я говорю, какая? Говорит, ну, я приношу заявку, и они мне говорят, а нам эту заявку уже приносил вот такой-то чувак, называют имя того продюсера. Вот. Говорит, я выглядела очень кисло, я, естественно, извиняюсь, говорю, да, я ему давал эту заявку, но он ее брал для канала СТС. То есть, у нас с ним не было договоренности, что он будет ее отправлять на НТВ. Вот. И они ее отказались рассматривать именно из-за своих каких-то с ним отношений. То есть, они сказали, мы этого чувака не любим, он нам приносит какую-то заявку, и тут вы тоже приносите эту же заявку. Вот. И в итоге, как бы и продюсер выглядело кисло, и я выглядел кисло, и проект мы в итоге не сделали. Вот. Поэтому, чтобы этого не было, естественно, конечно, лучше с продюсерами взаимодействовать, ну, каким-то образом уже прям договариваться жестко, что-то. Куда вы отправляете, на какие каналы вы будете отправлять заявки. Без моего разрешения на канал, который я не знаю, не отправляй. Но не всегда есть такие отношения. То есть, когда вы первую заявку отправляете, естественно, выглядели пострадательное. То есть, от вас ничего не зависит. Хорошо. Теперь открываем вашу почту, копируем мейл, самый, копируем мейл-компании, вставляем туда, пишем «Тема письма. Предлагаю заявку телесериала». Пишем «Предлагаю заявку телесериала. Тема письма». И дальше пишем письмо сопроводительное. Следующего содержания. Уважаемые коллеги. Восклицательный знак. Если там есть имя какого-то человека, и вы знаете, кому вы отправляете. Герасим, например. Уважаемый, такой-то такой-то. Уважаемый, если указано имя. Если нет, то, уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию заявку телесериала в жанре таком-то. Вот прям пишите дословно то, что я вам говорю. Никакого, никакой отсебятины там быть не должно. Уважаемые коллеги, восклицательный знак. Никакого не приветики, не здравствуйте, не коллеги приветствую, еще что-то. Уважаемые коллеги, восклицательный знак. Разрешите предложить или предлагаю вашему вниманию заявку телесериала в жанре таком-то. Значит, и дальше это история о... И копируйте и вклеивайте логлайн из заявки. Это история про героя, который умел читать мысли. Это история про то-то, то-то, то-то. Это история про... Ну, короче, то, что у вас это история про и дальше вклеивайте логлайн. Копируйте и вклеивайте. С уважением такой-то, такой-то. Все. Здесь не должно быть ни биографии, ни жду ответа, как соловей лета. Ничего. Все. Вот предлагаю заявку в таком-то жанре сюжет такой-то. Это история о том-то, том-то. С уважением такой-то, такой-то. Не пытайтесь привлечь внимание в этом письме. А можно я его матом обругаю? Да, это точно привлечет внимание. Я знаю просто, там, чувак Бондарчуку писал такое письмо. Вы, Бондарчук, снимайте говно всякое. Вот вам гениальный сериал. Наконец-то снимите что-нибудь нормальное. Что, Федор Сергеевич, на такое письмо? Как отреагирует? Ну, он его даже не увидит. То есть, те люди, которые его почту читают, они просто удалят и вас в бан отправят, чтобы вы больше ни одного письма туда не написали. А вот, мне случалось такие письма получать. Тоже люди так вот, внимание моё пытались привлечь. Да, то есть, ну, как бы ты плечами плечами пожимаешь, да, и как бы удаляешь. Вот. Все здесь есть. Вся информация необходимая в этой заявке есть. Да, у вас могут спросить какую-нибудь дополнительную информацию в ответ. Написать, а вы, собственно, кто? Да, то есть, ну, какой у вас бэкграунд? И дальше вы пишете там, какой-то, такой-то. Вот. Но в первом письме этого ничего не должно быть. Да, заявки могут у вас потом дополнительно все, что угодно попросить. Могут попросить референсы добавить, да, а какие еще есть сериалы. Могут попросить аудиторию добавить. Могут попросить примерный бюджет предложить, да, то есть, все, что угодно могут предложить. Например, вы в ответ можете получить форму заявки, что мы рассматриваем заявки только вот в такой форме. Ну, вы эту форму берете, в ней оформляете заявку и отправляете. Вот. Сделали ли вы все это? Если вы сделали это, то поставьте плюс, что вы это письмо вот таким образом написали, сформулировали. Тема письма. Предлагаю заявку телесериала и в тексте письма. Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию заявку телесериала в таком-то таком-то жанре, сюжет такой-то такой-то. Это история о том-то том-то. С уважением, имя, фамилия. Сделано все. Теперь вклеивайте туда не копипастом текст заявки, а вложенным файлом. Добавляете вашу заявку в это письмо и нажимаете отправить. С Богом. Господи благослови. И пишите в чате заявка отправлена. можно отпраздновать водичкой. А что я до сих пор не этот самый? Не закрыл экран. Сижу как дурак. Так, остановить демонстрацию. Даже уже могу вернуть себя вам на ваши экраны. Так. Отправлено. Я прослушал или мы обговорили? Это вы пропустили. Все мы об этом говорили вчера на вчерашней занятии. Павел называется ваша фамилия. Нижнее подчеркивание. Ключевое слово заявки. Ключевое слово название. И слово заявка. Через нижнее подчеркивание. Как ощущение? Заявка отправлена. Как ощущение? Есть ли такое приятное волнение от того, что мы с вами все курс закончен. Дальше приходить страшно. Я правильно понимаю, что одну заявку лучше отправлять только в одну компанию. Юрий, а вы присутствовали на этой лекции, которую я сейчас читаю последние 10 минут? Вот я последние 10 минут как раз про это говорил. что мы одну заявку отправляем в одну компанию. И мы ждем дальше после этого. Если мы не получаем ответа в течение недели, мы можем эту заявку отправлять в следующую компанию. Если получили какой-то ответ, ждем два месяца и потом отправляем. Если например вы не получили ответа от этой компании, советую переходить к следующей компании вагон. Наша задача с вами пробить не одну дверь. У нас нет задачи конкретно в эту компанию попасть. Мы с вами начинающие сценаристы. Наша задача найти любую дверь. Там много входов в индустрию. Наша задача в любую дверь войти. У нас любая дверь устроит. Мы приобретаем опыт. Да, компании разные. Какие-то компании лучше, какие-то компании хуже. Плохая компания вас сейчас тоже устроит. Потому что вам надо приобретать опыт. общения с продюсерами. И соответственно нужно общаться с людьми, встречаться, ходить навстречи, получать обратную связь, получать замечания, вносить их, переписывать и так далее. Если получил ответ, ребят, все, дальше. Значит, это не значит, что вы получили ответ, это не значит вообще ничего. У таких ответов будет в нашем деле, даже если вам напишут «Все супер, мы прям завтра снимаем, уже кастинг ведем». Это вообще ничего не значит. Таких будет у вас. Значит, отлично, все, какая-то обратная связь получена. Дальше идите учиться в мастерскую, учиться писать сценарий. Будем писать пилот. Я бы, да, по поводу того, когда есть пилот, я советую все равно отправлять заявку. Если опять же, если получена обратная связь какая-то, допустим, что, чаще всего так, прикольно, заявка прикольная, пилот есть, да, вы высылаете пилот. люди смотрят пилот. могут еще запросить по серийной синопсис всех серий первого сезона. Садитесь, пишите, два часа работы, не так сложно. Классно. Ощущение сделанного дела. Улыбаюсь, волнение и страшное. Супер, супер. Самое главное, ничего не бойтесь. Что самое страшное может случиться? Ну, вам не ответят. Ну, считайте, что вам и так не ответят. Ну, как бы, и что? Подумаешь. Следующий, да, как вот тот молодой человек, который с девушкой знакомится. Но одна сказала, нет, не хочу с тобой знакомиться. подошел к следующей, к следующей, к следующей. Вот так же. Есть ли вещи, что не нужно делать, чтобы не попасть в черный список российских и западных кинокомпаний, либо же стриминг-площадок? условно придумал неинтересный сюжет и тебя сразу в бан. Нет, но это только если вы прям совсем поссоритесь с кем-нибудь. Это надо очень сильно постараться, чтобы вас где-то в черный список занесли. Неинтересный сюжет уж точно не будет поводом для бана. страшно от того, а если ответят. Если ответят, честно скажете, я начинающий сценарист. Подождите немного, вот я в декабре начинаю учиться в мастерской умолчан вам напишу, научусь, напишу сценарий и вернусь к вам в марте с пилотом. Может, знаете, в Европе примерно так же. Ой, в Европе все тухло. Там просто очень-очень стрельно. Там производство практически дохлое. Именно сериальное производство. Но там киношное производство дохлое. Еще что-то где-то теплится жизнь в Великобритании, но тоже там ни бюджетов нет, ни ты сам. То есть, там сумасшедшая конкуренция сценаристов, а бюджетов нет. Поэтому российская сериальная индустрия сегодня для начинающего сценариста лучшее в мире. В мире. То есть, это единственная индустрия, где вы с улицы можете войти. Вот. Вторая по лучшему это американская. Но в Америке опять же, вы там с улицы не войдете просто так. И там немножко другой вход. Там люди пишут этот самый. То есть, у нас сама по себе индустрия, она, скажем так, в России сценаристы работают удаленно, как правило. В Америке сценаристы, как правило, работают в штате. Это другой вид навыка совершенно. То есть, сценарист в российской индустрии, он особо не нужен. Им нужен сценарий. И это просто очень сильно облегчает жизнь сценаристов. В Америке вы приходите в кинокомпанию, если вы хотите попасть в кинокомпанию, то есть, у нас вы пишите заявки сразу же, то есть, каких-то проектов, их рассматривают. Если они нравятся, их запускают и снимают их в итоге, кстати говоря. И по моим заявкам, я не помню, сколько всего там было снято, надо посмотреть. Земляк, например, по моей заявке был снят. Карина Красная была по моей заявке снята. Были сериалы, куда я приходил, где уже была разработана. Москва-Центральная Оха, там уже два сезона было снято. Prison Break там один сезон был снят. В Петрович сериал, там уже была какая-то работа, я пришел на готовый проект. Салам, Москва, то же самое. А бывает так, что ваша заявка заинтересовала, вы как бы пришли, познакомились и вам говорят, слушай, ну заявка твоя классная вроде бы, но мы не можем сейчас ее запустить или мы попробуем предложить, ну хрен его знает, что будет. Ну в принципе, ты вроде нормальный чувак, давай-ка ты поправь диалоги для пробы в серии какой-нибудь. И вам дают какую-то работу. Вы берете, работаете, получаете, может быть, деньги даже за это какие-то. Вот, у меня так, я в компанию Твинги вот так же пришел, там проект не готовы были мой запустить сразу же, но сказали, типа, вот у нас там есть проблемный фильм один, да, его уже там снимать надо, да, а сценарий плохой, надо его переписать, можешь взяться, а бюджет, типа там, ну, две тысячи долларов, за две тысячи долларов, типа, перепишешь сценарий, я говорю, так не вопрос. Сел за две тысячи долларов, переписал сценарий, сценарий назывался, блин, я забыл, как он назывался, частник назывался, потом актер этот, который героя играл, он потом погиб в автокатастрофе, да, все, вышел, вышел фильм, все нормально, да, и мне следующий проект предложили уже самому, как бы, делать, и мы написали сериал захватчики, поэтому, значит, вполне, да, вполне, вполне может быть такая история, а там, в Америке, вы приносите спект-скрипт, так называемый, или спекулятивный сценарий, что это такое, вот идет сериал, например, не знаю, Костя, да, вот он идет уже 10 сезонов, вы садитесь, пишите сценарий, и как будто вы пишете сценарий для текущего сезона этого сериала, то есть сейчас идет, например, ну, он закрыт, по-моему, уже, да, ну, допустим, идет 11 сезон сериала, и я пишу серию, как будто бы для 11 сезона сериала, я ее отправляю, там люди смотрят, читают, и говорят, о, слушай, ну, вообще, говно какое-то, да, но у тебя есть тут там две живых реплики, поэтому приходи, будешь кофе подавать, да, и вы приходите и работаете интерном там, да, приносите кофе, слушайте разговоры старших, да, и, причем, возраст вообще не, вы в 50 лет можете так кофе подавать, вот, и в какой-то момент вам скажут, так, слушай, что-то никого нет, сценаристов, сядь, напиши сцену, сцену надо переписать, вы садитесь, переписывайте сцену, говорят, ну, окей, хорошо, нормально, ничего, это все не пойдет, но ты уже там участвуешь в обсуждении, да, и дальше вы уже за столом каким-то образом, подаете идеи, то есть там немножко вот так, немножко по-другому, вот, у нас может человек оказаться, с первым же проектом может оказаться на первом канале и полностью написать от первого до последнего слова написать свой сценарий, в Америке это невозможно, в Европе это невозможно, потому что в Европе производство, ну, вот я, допустим, Исландия, да, на самом деле неплохая, в смысле сериалов, неплохая страна, я брал интервью у, я помню, что его зовут, я забыл имя, но фамилия у него Балдвинсон, Балдвинсон, Сигур, по-моему, не Сигур, реально Сигур, значит, можно найти на английском языке, причем, я задавал вопросы на русском языке, у меня была переводчица, которая переводила на английский, ну, чтобы люди тоже понимали, о чем мы говорим, вот, и он, типа, самый крутой исландский сценарист, он написал сериалы «Лавовое поле» и «Скала», и «Охотники жертвы», три сериала, три самых крутых, есть еще сериал «В ловушке» исландский, но вот этот чувак, вот он, как бы, топовый, да, и он за всю свою жизнь написал три сериала по четыре серии, вот это топовый сценарист, он 12 серий написал, три сериала по четыре серии, да, то есть вот такое ничтожное производство, просто очень-очень маленькое производство, вот, и то же самое везде, где вы не посмотрите, Венгрия, Финляндия, да, это очень малобюджетные проекты, маленькие каналы, то есть аудитории, маленькие аудитории, маленькие каналы, да, это может быть, есть там большие телевизионные страны, да, например, Испания, например, Германия, например, Франция, вот, но это все равно по сравнению с Россией, да, какой-нибудь, я просто, ну, поскольку это область моих профессиональных интересов, да, я когда приезжаю, я стараюсь общаться с сценаристами местными, и стараюсь, конечно же, смотреть, что снимаю, да, вот в Италии, например, я летом был, я посмотрел итальянский сериал, но это все уровень, извините, там, ТВ-хамовника, какого-нибудь, да, то есть это ни одного сериала уровня первого канала я там не увидел, все очень и очень слабо, очень дешево, очень слабо, снято все восьмерками, видно, что там 2-3 объекта, и все, все очень плохо, поэтому Европа не является сериальным местом, реально интересным сериальным местом, самое интересное сериальное место сегодня, это Россия, то есть все происходит здесь, ну и в Америке, естественно, но в Америке еще, вы не забывайте, что Америка это цензура, это жесточайшая, жесточайшая повестка, то есть это такой поздний Советский Союз, считать, что там сейчас 82-й год, поэтому тяжеловато, 2-3 месяца просить на пилот не будет стыдно, поймут, если ты начинаешь, как договоритесь, вот это все надо договариваться, то есть могут сказать, пилот нужен через неделю, пилот можно написать за 4 дня, но можно и за день на самом деле сесть и написать, вполне можно, но в целом, окей, ребят, если есть какие-то вопросы, то задавайте. На самом деле, самое интересное, что есть интересные телевизионные страны на бывшем постсоветском пространстве, то есть если бы мы с вами, например, разговаривали еще года 3 назад, я бы сказал, что столица русскоязычного телевизионного контента это Украина, вне всякого сомнения, то есть еще, ну понятно, мы все понимаем, что происходит, но, например, скажем, 10 лет назад процентов 40 всего русскоязычного контента, который выходил на наших каналах, производилось в Украине, в Киеве, снималось, и было время, когда из России сценаристы, я просто знаю конкретно, у меня знакомая подружка, поехала в Киев и в Киеве работала сценаристом, пинокомпанией, ну вот сейчас, ну, сами понимаете, что происходит. Вот, я знаю, что в Казахстане наших выпускников, много наших выпускников из Казахстана, там они тоже и объединяются, и дружат, и читки проводят, сценарии, вот, знаю, что в Казахстане хорошее производство сериальное, знаю, что в Армении хорошее сериальное производство, я туда ездил, делал мастер-класс, общался с сценаристами, с режиссерами, хотя страна небольшая, население небольшое, там что-то около двух миллионов населения, но они снимают активно, да, дешево, да, много очень, но есть актеры, есть сценарная школа, есть, как бы, снимают на армянском языке, да, люди, люди смотрят со страшностью, то есть люди, самое главное, что люди хотят смотреть сериалы на родном языке, а вот, ну, естественно, я не знаю, там снимают ли они что-то для нашего рынка, тоже, наверное, снимают что-то, так, ОКО уже ответила, что мое письмо зарегистрировано под номером таким-то, ну, вот, видите, автописьмо, скорее всего, так, с полным метром та же ситуация, отправить заявку о сценарии, если попросят, нет, вот с полным метром ситуация принципиально другая, с полным метром там двигатель не является сам сценарий, то есть там наоборот, вы отправляете сценарий, и если у вас, у вас могут попросить синопсис сценария, в этом случае вы пишете синопсис, синопсис написать по готовому сценарию, это 10 минут, пройдя у вас курс наши заявки в Европе тогда должны точно принять, но я знаю, что кто-то из наших работает в Европе, кто-то, я не помню, кто, где-то года 4 назад в Финляндии у нас девушка закончила наш курс и в Финляндии живет и пишет пишет там сценарий, можно ли использовать псевдоним, можно, с чем это связано, что в Европе, ой, это отдельный большой вопрос, нет экспертов, кто может хорошо и интересно снимать, или нет необходимости делать годные проекты, это только в сериале, так та же, как в картинах в полных метрах, это печаль на самом деле, потому что когда закончилась холодная война, она закончилась не только для нас, она для Европы тоже закончилась, и по всей Европе и по России тоже танкам прошло голливудское телевидение, голливудское кино, просто танкам, если вы вспомните даже нашу молодость, да, там, какие-нибудь 80-е годы, вы помните, что было большое количество жанровых фильмов европейских, жанровых, именно жанровых, да, были фильмы с Бельмондо, помните, Самурай с этим самым, с Оленом Деллоном, Мельвеля фильм, шикарный такой детектив, боевик, такой, ну, такой чистый, очень высокой пробы жанра, то есть профессионал, то есть классные детективы, жанровые, большие, да, это большое кино, и оно жанровое, именно, да, то есть его смотрел, его там весь мир смотрел, драмы выходили, итальянские, комедии, блестящие, итальянские, комедии, французские, комедии, да, то есть их смотрел весь мир, всякие, пантомасы, жандарм, жандармятки, вот это вот все, да, студия Чинчета, итальянская, она сейчас вообще закрыта, по-моему, да, то есть я там был, когда первый раз в Рим приехал, я хотел туда сходить, мне сказали, она закрыта, там нечего смотреть, вот, сейчас, по-моему, там вроде как оживает, что-то, какое-то производство, да, то есть вот это все жанровое кино Голливудом было выдоптано, под ноль, начиная с 80-х годов, жанровое кино в Европе не снимается, да, то есть снимается что? Снимается дешевый артхаус, да, то есть, потому что жанровое кино, это дорого, да, то есть снять фильм про Клеопатру, это дорого, вот, дорогой, дорогое, но жанровое кино, которое смотрит много народу, и оно таким образом окупается, поэтому, вот, Европу загнали, вот в эти артхаусные рамки, Европа, это что? да, это какой-то социальный, кино артхаусное, снятое за 3 копейки, да еще и чаще в складчине, то есть, если вы видите, что это какой-нибудь там, Ларс фон Триер, да, то это, Ларс фон Триер, это 3 копейки бюджета, да, Ларс фон Триер, это артхаусное кино, да, то есть кино для всех, а Ларс фон Триер, это, как правило, там, 5 стран в складчине сложились, вот, и в итоге, вот эти индустрии, киноиндустрии, они были фактически уничтожены, так же, как наша, вот, и сейчас они только-только начинают голову поднимать, начала Франция вводить квоты для, там, для западного кино, там, так далее, их начали потихонечку вытеснять, вот, я думаю, что постепенно это все, это все будет вытеснять, то есть устоял кто? Устоял Болливуд, они как снимали свое кино, так и снимают, и там кино, это мега, да, фильм, например, Бахубали и Бахубали 2, это, там, эффекты такие, что аватар отдыхает, просто, и там вся страна это посмотрела, или, например, РРР, там, его перевели, как рядом рычит революция, это шедевр, да, и это, опять же, там, вся Индия посмотрела, Китай, то же самое, да, там, я смотрел цифры, фильмы, которые они смотрели, да, там, последние 10 лет, самые кассовые фильмы были американские, да, всякие, Гарри Поттер, Аватар, там, и так далее, вот, сейчас они начали снимать свои, именно, жанровые боевики, военное кино, вот они сняли, Битву при Чусинском водохранилище, вот они сняли, 800, вот они сняли, Рожденные летания, да, это тоже жанровое кино, которое вся страна посмотрела, там, сумасшедшие сборы, кино очень качественное, вот, и сейчас вот эта вот колонизация, культурная колонизация голливудская, да, ей постепенно приходит конец, и начинают поднимать голову свои эти самые, вот, и начали появляться и в Европе уже, да, ну, а пока там, там появился сериал, Сям появился сериал, да, вот скандинавские, скандинавские сериалы очень неплохие были, радио 4 или D4, как он у них называется, канал, который снял сериал убийства, как по-датски, вот, мост, да, они сняли, вот они сняли, там, типа, несколько сериалов, которые тоже весь мир посмотрел, итальянцы тоже сейчас начинают подниматься, вот они сняли, Каморра, очень хороший сериал, нет, вру, Каморра фильм, а сериал, вот тот же, по тому же автору, как же, не знаю, не помню, забыл сейчас, неплохой был итальянский сериал, HBO сняла, в Неаполе сняли сериал, по Эллини Ферранте, да, то есть это свое производство, местные актеры, да, но производство американское, вот там, и там люди-то есть, да, то есть там потенциал, Европа, Европа это Европа, ребята, это колыбель цивилизации нашей, вот, но она, последние 30 лет, она находилась в коме, культурной, вот под пятой Голливуда, сейчас она начинает оживать, благо еще Голливуд, кстати, помогает, потому что они делают сериалы, абсолютно несмотребельные, повестка своя, вы общаетесь со сценаристами и режиссерами, какие сейчас темы актуальны, что ищут, ищут, вот это тоже, я очень люблю этот вопрос, у меня спрашивается, Александр, в каком жанре написать, для того, чтобы купили, напишите в таком жанре, в котором будет интересно, какие темы интересны, любые, важна не тема, важно так, чтобы, как это называется, чтобы у продюсера, на вашу идею встал, да, метафорический, самый, лингам, да, чтобы люди прочитали вашу заявку, и сказали, блин, классно, хочется это делать, а вот, то есть, в рамках, естественно, там, форматов канала, да, то есть, если это НТВ, это актив, если первая, это драма, да, историческая драма, может быть, если это Россия, женская мелодрама, да, СТС, это комедия, да, вот в рамках этих жанров, да, темы могут быть любые, запретных тем не, и все, если вам кто-то, да, вы прочитали, какой-то, вам какой-то блогер в интернете, написал, что он видел первый канал, да, хотя никто не смотрит первый канал, да, миф такой, да, что в новостях первого канала сказали, что у нас запрещают, сажают за гей-пропаганду, ребят, еще раз, это все херня полная, у меня идет пьеса с гей-пропагандой, да, про двух девочек-лесбиянок, да, висит предупреждение, да, висит там, кроме детей до 18 лет, ничего страшного, да, российское законодательство, самое либеральное в мире, в мире нигде нет такой свободы слова, как на российском телевидении и на российских платформах, ни в Америке, ни в Европе такого не будет, если хотите работать, работайте на российском телевидении и на российских платформах, то есть если у вас здесь не получилось работать, у вас нигде не получится работать, потому что здесь максимально тепличные условия для того, чтобы развиваться на этой земле творческой, поэтому все вот эти все наши сбежанты, да, поэтому они все обратно сейчас и бегут, потому что нигде ничего у них не получилось, а здесь жизнь бьет ключом, поэтому я сейчас не про политику говорю, да, сразу давайте это все, я, у меня принципиальная позиция, что я не, какие политические события не комментирую, да, я говорю о том, как работает индустрия, она идеальна, то есть это просто, знаете, антропный принцип, мне кажется, что российская индустрия, да, понятно, что у меня профессиональные искажения, да, я всегда сценаристов в тенке всех событий вижу, да, но у меня ощущение, что вообще российская индустрия создана для сценаристов, потому что идеальная, идеальная ситуация, можно ли работать свободным художником, когда написал сценарий, тогда отправил, ну, естественно, да, вы можете, там, так, начинать, да, но когда вы дальше встроены в индустрию, и у вас уже запущен проект, нет, уже не сможете в таком формате работать, потому что, там, например, вам пи, в понедельник вы получаете правки, да, в пятницу вы должны сдать, там, драф, например, это достаточно интенсивная работа, это не ленивая работа, это не работа небе и лежачего, так, что такое сценарий визитка, ну, это что-то, что все у всех на слуху, это, кстати, не обязательно сценарий, может быть, да, например, у меня, у нас, там, проект захватчики, который мы сделали, да, он, например, нам все дороги открывал на НТВ, то есть, мы просто говорили, да, мы команда, которая написала захватчиков, все, зеленый свет, делайте, все, что угодно, полное доверие, вот, у меня, такой, таким, такой визиткой была пьеса убийца, потому что, но в индустрии все ее знали, может быть, роман, да, то есть, понятно, что, скажем, если Лукьяненко приходит со сценарием, с каким-то, или его нанимают написать сценарий, все помнят дозоры, не будет ли потом сложности из-за псевдонима с авторскими правами, нет, не будет, просто в договоре будете указывать, одна строчка в договоре, в титрах указывать псевдоним такой-то, никакой проблемы, посмотрел китайский сериал «Задача трех тел», «Тело оценка 3 из 10», я не рискнул, честно скажу, я просто почитал отзывы, я знаю, как китайцы неторопливо снимают свои сериалы, тоже недорого, кстати, как и турки, тоже очень медленно разворачиваются события, мне, мне тяжело, я не стал смотреть, хотя книгу, я считаю, книга гениальна, «Задача трех тел», вы забываете, что это чуть ли не первый сериал такого размаха, да, у них был сериал про Чингисхана, тоже, кстати, очень медленно, тоже я его не смог смотреть, то есть, ну, у них много своих сериалов, да, но такой же сериал с размахом, чтобы его и где-то еще посмотрели, «Задача трех тел», мне кажется, первый такой сериал, который имеет всемирный размах, что называется, «Если ориентироваться на российский рынок, переживаю за свой русский язык, грамотному русскому не обучалось в заграншколе, эту проблему смогу решить, наняв редактора для текста», ну, или подключив соавтора, допустим, там, соавтором с каким-то работать, но здесь вопрос, а зачем вы нужны в этом проекте, да, то есть, если вы, например, будете генерить гениальные сюжеты, да, и придумывать классные сцены киношные, и у вас это будет получаться, тогда, как бы, с вами будут возиться, да, то есть, непонятно, зачем, ну, как бы, в чем ваша ценность, да, если вы не можете грамотный русский текст сделать, ну, и, конечно, надо прокачивать, если вы собираетесь, письмом на русском языке, зарабатывать на жизнь, да, ну, надо русский язык прокачивать свой, да, что это значит, ну, садитесь и читайте классические русские тексты, Кушкин, Полстой, Стоевский, Тургенев, да, учите наизусть слово полку Игорева, изучайте, прокачивайте свой русский язык, но я не вижу, что у вас какой-то там плохой русский, по-моему, нормально все, да, даже в соцсетях на западе нас банят, почем зря за пустяки, просто потому, что не согласны с повесткой, тем более всем, да, есть такое дело, ну, это, опять же, там, можно по этому поводу переживать, ну, и что, ну, и банят, ну, и хотите дальше там сидеть, ну, сидите, если нет, пока, пока занавес же не опустили железно, сели, переехали в нормальную страну, слышал, что вы убрали курс короткого метра, это потому, что короткий метр не особо интересен для аудитории, или же пройдя курс условно полного метра, можно научиться писать и для короткого, что вы думаете о коротышах, у вас в курсе сценарий сериала полного метра и романа, и пьесы, хороший вопрос, я объясню, почему я это сделал, дело в том, что это был не курс короткого метра, это был базовый сценарный курс, это был курс, на котором я объяснял, давал базу, ставил зрение киношное, да, то есть на самом деле, что такое киношное зрение, то есть это вы видите, вы сюжет видите картинкой, то есть мы мыслим прозой, разговариваем мы прозой, а сценарист мыслит картинками, да, то есть он даже сюжет, он придумывает картинкой, вот это киношное зрение, да, я его именно ставил, я разучивал людей мыслить текстом, а учил мыслить картинкой, и мне кажется, когда я запускал этот курс, 10-9 лет назад, была другая ситуация, то есть не было учебников сценарных, не было лекций большого количества, да, и моих в том числе, да, потому что у меня там, блин, тысячи видео уже записано за это время, да, я кучу курсов провел, кучу лекций прочитал, кучу книг написал, вот, и тогда надо было людей базе учить, сейчас люди приходят в мастерскую, я вижу, что они базу уже знают, вот, и как бы зачем тратить время на это, то есть можно это делать, да, но я решил, что я буду начинать сразу же быка за рога, да, чтобы люди писали сразу сериал, а всю базу я учил внутри, я перенес, как бы ее размазал по нашим курсам, вот, а вторая причина, потому что мне очень хотелось запустить курс по пьесе, то есть у нас изначально вообще, был курс, было четыре сценарных курса, да, то есть сериальный, базовый курс, сериальный курс, полнометражный курс, и курс адаптации, вот, последний я все время менял, да, он был либо адаптация, либо комедия, либо хоррор, либо там еще что-то, вот, и потом мне прям очень, все это время, мне очень хотелось еще курс по роману запустить, и вот там пять лет назад мы его запустили, я его запустил, вот пять потоков уже прошло, в этом году шестой поток сейчас заканчивается, уже куча романов вышла, вот, и дальше все это время, опять же, мне еще хотелось и курс по пьесе запустить, и я просто не видел куда, то есть трехмесячный курс, его надо куда-то воткнуть, программу в какую-то, вот, единственный был вариант убрать базовый, вместо него его сделать, вот сейчас я его сделал, наконец, решился, да, убрать базовый курс, вместо него сделать курс по пьесе, вот он сейчас идет, он там быстро очень набрался, быстро желающие набежали, вот, и здесь еще вот в чем дело, да, что мы, наша мастерская, она изменила вообще отношение к сценаристам в России, сценаристы 15 лет назад, сценаристов в России называли бесплатными ублюдками, вот, и ваш покорный слуга очень много сделал для того, чтобы этого не было, в частности, например, я в свое время вел список, черный список продюсеров, его первое время так и называли, черный список Молчанова, потом я сказал, ребят, давайте не надо его называть моей фамилией, я не хочу войти в историю сценаристики, как автор черного списка, вот, и мы закрывали компании, которые плохо работали со сценаристами, отношения сценаристов тогда называли бесплатными ублюдками, и сейчас отношение к сценаристам изменилось, сценаристы это, ну, это почетная профессия, в том числе, я считаю, что и моя работа, моя лепта в этом смысле есть, сценарную индустрию мы изменили, да, дальше я решил изменить романную индустрию, вот мы ее потихоньку уже там 6 лет изменяем, вот, и я уже не молодой человек, мне 50 лет скоро исполнится, я понимаю, что я уже не успею слишком много сделать, да, за следующий, там, сколько мне там, Господь отпустит, лет 30, дай бог, вот, я хочу еще одну индустрию качнуть, я хочу индустрию пьесы изменить, я хочу, чтобы у нас ситуация в драматургии изменилась, у нас было много классных, качественных драматургов, у нас огромная инфраструктура театральная, у нас куча театров, у нас больше театров только в Китае, чем у нас, у нас театральная индустрия круче, чем в Европе, круче, чем в Америке, вне всякого сомнения, круче, чем в Англии, то есть нигде нет такого театра, как у нас, да, а сейчас у нас вообще в каждой школе будет театр свой, и драматургам писать пьесу, да, то есть их должно быть, должны быть тысячи драматургов, тысячи я не выучу, да, но я думаю, что тысячу выучу лет за 20, ну вот, ну и буду учить, и вот как бы я взвешивал, как бы что, да, мне не хочется совсем уходить из сценаристики, но я хочу еще и пьесе учить, вот сейчас у нас линейка курсов такая, вот сейчас сериальный курс набирается, дальше полнометражный, потом романный, и потом курс пьесы, вот все, видимо, больше она уже не будет меняться, поэтому, что касается коротышей, это, к сожалению, не очень востребованный жанр, у нас были, бывали люди, то есть их ставили, снимали, там, Юля Погребняк написала сценарий, там, Чулпан Хаматова снялась, главной роли, там, кучу, кучу, кучу призов, короткометражка выиграла, там, еще кто-то писал, то есть, ну, как бы, они снимаются, да, но, все-таки, я хочу профессионалов учить, да, я учу профессионалов, если вы профессионалы, да, вы будете писать сериалы и полные метры, так, может ли сценарист работать дистанционно, проживая в другой стране, конечно, вне всякого сомнения, огромное число сценаристов работает дистанционно, проживая либо в другой стране, либо в другом городе, да, условно говоря, вы живете там, в Перми, а работаете в Москве, да, сериал у вас в Москве выходит, если хочешь писать на английском, лучше прокачивать свой уровень до уровня носителя языка, или находить человека, который может адаптировать ваш сценарий, в английский язык, я не понимаю зачем, а зачем вам писать на английском, ну, какой смысл, да, то есть, можно писать на английском, если вы родились в англоязычной стране, прожили всю жизнь, знаете все реалии, да, то есть, если вы эмигранты, прожили 8 лет в чужой стране, вы все равно остаетесь эмигрант, вы очень многих вещей просто не понимаете, да, и даже если вы знаете язык, вы все равно будете писать на нем, что называется с акцентом а высот в чужом языке вы не достигнете вы высот можете достигнуть только в своем языке и только в своей индустрии а конкурировать вы будете вам придется конкурировать с носителями языка до у которых которых будут все преимущества кроме вас я не знаю ни одного сценариста который бы родился в другой стране и англоязычными сценариями имел бы есть один чувак из россии который в англоязычной индустрии да он там написал что там про мобильник я знаю людей которые уезжали в америку жили пытались там стать сценаристами никаких успехов ни одной строчки фильмографии они не получили не буду говорить кто но есть такие люди меня звали в свое время просто я делал адаптации и значит джеймс крамер американский сценарист который работал в россии а он как раз курировал мои проекты он курировал кости он курировал призом брэйт от фокс и вторая по-моему sony pictures но боюсь ошибиться вот и он тогда посмотрел мои сценарии прочитал ведь слушай чувак ты там классно пишешь приезжать короче ну приезжай в америку будешь работать вами найдем тебе работу все ты как бы ты можешь а вот я не мог не не смог тогда поехать потому что у меня ребенок родился мне вот здесь бы на вот и я не жалею ни на секунду я не пожалел потому что ну я бы потерял свою карьеру просто полностью не знаю сидел бы но может быть также сидел бы в америке и учил бы вас писать сценарий но работы сценария у меня бы на английском языке не было это бессмысленно и вообще люди поменявшие язык это типа там на на пальцах одной руки можно перечислить да это там кундера это женевский который джозеф конрад и набоков да но надо понимать что набоков гений до коженевский с польского языка на английский перешел в четыре года этот самый а кундера тоже по 17 18 лет тоже начал начал переходить ну как переходить на другой язык а если вам например там 25 30 лет все уже как бы мозги уже устаканились поэтому ну зачем заниматься бессмысленные побейтесь о стену головой больше больше вероятности поэтому и к тому же да какой смысл вот работающая растущая перспективная индустрия да и зачем запрыгивать на титаник который летит с размахом вайсберг зачем бессмысленно потому что там все будет чем дальше там все будет хуже хуже и хуже загибаться уже как бы загибается он посмотрите там только что сейчас сценаристы бастовали 180 200 дней сколько долго несколько месяцев поставали почему потому что даже у местных сценаристов да там типа вот человек я работаю в индустрии зарабатываю там 200 долларов в месяц зарабатываю 50 долларов в месяц вот человек показывает отчисления от своих сериала там 1 доллар 2 доллара ну что это издевательство какое-то в россии таких таких цен нет ну здесь нормальные деньги люди зарабатывают сама уже после 30 начала прокачивать русский язык читая быть обучаясь на русском так вопрос по вчерашней теме в заявке должны быть сами заголовки название проекта логлайн синопсис описание персонажей может быть да это может быть то есть это не ну как бы то есть может быть просто да может быть под цифрами про можно просто в столбик до одну за другим можно по цифрами то 1 2 3 что то можно прямо это название проекта двоеточие такое-то логлайн двоеточие такое-то синопсис такой-то персонажи такое-то это как бы это допускается еще мечтаем о вашем курсе старитэринг к сожалению он вообще не взлетел я два раза делал курс по старитэрингу для бизнеса в первый раз пришло 20 человек второй раз пришло 10 человек я понимаю что в третий раз я запущу вообще никто не придет ну смысл делать то есть но у нас у меня принцип такой что вот мастерская я набираю 45 человек вот и у нас всегда 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 приходится больше брать всегда обязательно кто-нибудь пролезет 46 каким-нибудь образом сейчас курс по роману вообще я не помню там я уже закрыл продажи и на закрытые продажи ухитрились люди еще два человека ухитрились оплатить 47 человек пролезло на курс по роману я потом пишу а как у как у вам это удалось я же закрыл уже я уже этот самый форму уже убрал с сайта говорит у меня была открыта страница я зашла и дело ждала деньги там уже все набор закрыт да и оплатила успел оплатить или ну что же делать не гнать же вас вот учится человек поэтому я исхожу из того что да вот у нас есть 45 человек на курсе если он перестанет набираться да если хотя бы раз у нас будет так что не наберется людей значит я буду закрывать что-то другое делать поэтому не мечтаете вы о курсе старитэринг да то есть то что вы говорите мне ни о чем не говорит я верю только оплаченным местам мастерской то вы думаете о том чтобы находить на свои короткие метры самому сценаристу поможет ли отснятый сценарий в поиске работы да безусловно поможет я знаю что есть у нас есть елизавета симбирцева значит она сняла она нашла деньги там тоже если интересно найдите она интернет-сериала пишет интернет-сериал сценарий я делал с ней эфир на ю тубе есть можно найти и она рассказывала отдельно было выступление в прошлом году на сценарной конференции значит и вот она рассказывала что она тоже так пыталась там пыталась потом конце концов плюнула нашла где-то заняла 50 тысяч за 50 тысяч сняла первый интернет-сериал а потом второй сезон уже получила деньги в этом в интернет называть институт развития интернете интернета или они сейчас много денег закачивают в интернет проекты да то есть просто на конкурс отправила проект получила деньги нашла режиссера сняла второй сезон сняла второй сериал я не знаю сейчас она снимала что-то или нет но вот сериал я иду искать по моему очень хороший тоже кстати гей тема нормальность никто не сажает ее не ругает не штрафует стоят предупреждение все а сериал отличный прям отличный если не видели посмотрите а вот сергей мне пишет михаил соборов из еката написал в сша по-моему два полных метра в призме ну отлично супер значит добавляем значит вот есть человек который написал мобильники вот еще михаил соборов двум человеком удалось сделать это я думаю что есть наверное еще случай просто который я не знаю но это но хорошо два человека внутри может еще кто-то сделал да то есть это не системно это скорее исключение которое подтверждает правило но есть вот режиссер я запамятовал как его зовут который снял фильм give me liberty тоже там наши актрии актрисы наши там еще что-то да то есть ну это редкая история это скорее всего тоже какая-то продукция наши актеры наша история какая-то да то есть у режиссеров в этом смысле проще есть например алексахаров до который оператор и режиссер который снял этот самый снял серию game of thrones ну тоже вот кантемир балагов до была история что кантемир балагов будет снимать one of us ой last of us ничего оказалось что даже там даже близко ничего этого не было ничего он не снимал ни дня не был на съемочной площадке вот поэтому тяжело сложно и в общем непонятно зачем это делать да то есть непонятно что это дает но ничего не дает карьер это не дает то есть вы как бы не не попадал до вы снимаете там одну серию как бы ногу вы не зарабатываете денег вы не оплачиваете дом до ваши дети не идут в колледж потому что ну как бы вы не не встраивайтесь в эту систему это просто либо сложно либо если у вас есть какая-то финансовая поддержка это сложно это можно если нет то это невозможно вот продюсеру проще есть продюсеры да там роднянский на западе работает самый битмамбетов на западе работает да то есть но не это не сценарист никто из них не сценарист даже актеру это проще туда попасть да вот была это господи которая я брал интервью два года назад у меня очень плохо с именами девушка которая снялась в козырьках наша актриса подруга чубан хаматовой как ее зовут на швейцарии живет вот нормально сам юля снегирь снялась у сорентина то есть даже даже актером проще чем сценаристом тогда лучше искать носителя кто адаптировать вопрос зачем кому-то адаптировать ваш сценарий ну что в вашем сценарий есть такого что не сделает носитель языка тогда проще если уж вам как бы ну гарантия нужно да то есть на ли никто не будет ваш сценарий адаптировать никому вы не нужны не обижайтесь ребят но не сценарий не продает сам себя вот пишите роман на русском языке если русский для вас родной пишите роман на русском языке делайте его бестселлером а вот бестселлера больше вероятность того что он будет экранизирован приходите ко мне на курс по роману напишите напишите там роман вот юлия идлис моя ученица написала роман гардерикс я уверен том что этот роман будет переведен на весь еще не переведен да он бестселлер сумасшедший вот она написала роман на нашем курсе на курсе роман я уверен что ее вот этот роман будет снят и будет снят в голливуде с хорошими актерами сейчас про это рано говорить но я думаю что в горизонте там лет пяти он будет снят там проще роман написать так кирилл михайловский да может быть может быть кирилл михайловский мы сталкивались give me liberty да мы с ним сталкивались на одном проекте он должен был снимать он должен был снимать сериал дубровский а я должен был писать сериал дубровский в итоге я отказался от сериала дубровский хотя там очень люблю людей которые его делали компании очень люблю компанией клини а у отказался Padlet другой сценарист писал другой так мы с Михайловским не поработали, но он вроде неплохой парень нормально все Дина Курзун, хорошо, все, друзья мои, все ли вам понятно все, что я вам рассказал за эту неделю если все понятно, напишите, что все понятно, если есть еще какие-то вопросы, задавайте вопросы мне по большому счету от вас ничего не надо ну хотите, если отзыв написать, ну напишите отзыв, мне будет приятно, я люблю отзывы читать напишите у себя на странице отзыв и пришлите ссылку сюда в комментарии но в целом я из вас вот жду где-то 10-15 человек из вас я жду на курсе хорошо, да спасибо, мне приятно напишите не в комментариях, а пишите в своих этих самых, на своих страницах пишите, чтобы люди видели и как бы кто-то увидит из карты а я-то не прошел этот курс, ну-ка дай-ка я зайду на страницу к этому Молчанова в записи хотя бы посмотрю пусть смотрят, я же это делаю для всех, для меня это выдача в мир меня все равно распирает, я бы все равно это делал даже если бы это не приносило бы никакой пользы просто нравится это делать, кучи людей очень нравится видеть, как человек, допустим, там сидит, занимается хрен знает чем стараковник, человек в уныние входит, да вот он приходит в мастерскую, научился писать сценарий, зарабатывает деньги, востребовывает поменял судьбу человека, классно, супер, люблю такие истории, их довольно много так, подробный вводный курс по полнометражному будет? нет, у нас зимой будет самодисциплина для писателей и сценаристов она у нас всегда проходит в том самом, с 1 по 10 января, вон другой совсем, совсем про другой курс там мы тоже весело время проводим так, тем, кто купил курс до 1 декабря, прощаемся нет, там есть задание, там есть список для просмотра, список сериалов для просмотра там есть список книг для прочтения, там есть список, там большой достаточно объем материалов там пилоты на русском и на английском языке надо читать, там объем материалов большой их никто не читает, я знаю, опять же, я опытная старая черепаха я знаю, что никто не смотрит, ну и хотя бывает, бывает напоришься и какой-нибудь въедливый человек смотрит и такой, типа, вот я все посмотрел и специально я делаю есть определенные кое-что, есть у меня секрет, я знаю, как человек замечает там что-то в этом списке, если, я знаю, ага, вот этот человек посмотрел список по крайней мере список посмотрел, там есть ловушки секретные, обычно на курсе никто не замечает, я понимаю на этом курсе никто до конца списка не посмотрел, поэтому есть ли критерии, по которым становится ясно, что ты тупица и писать тебе не нужно да, есть, вы перестаете писать, то есть если вы перестаете писать, значит вы тупицей вам писать не надо, вот, а если вы продолжаете писать, значит вам надо писать так, этот список, а вы оплатили, Зоя, да, сейчас я проверю, о, Юрий Легидо оплатил, курс оплаченный сегодня в 20.00, вот, Юрий, можете зайти посмотреть, Зоя, сейчас я вас найду, вот я нашел вас, так, сейчас я вам отправлю, отправляется письмо, при оплате отправляется письмо, вот вы, скорее всего, это письмо не получили, я вам сейчас прям его отправлю в, проверьте мэйл, я вам отправляю ссылку, страница, откройте почту сейчас свою, вот эту вот на Яндексе, который ваше имя и один Яндекс.ру, вот зайдите прямо сейчас, зайдите и проверьте, я вам отправил, есть, да, вот, зайдите и там посмотрите все, что там есть, там должен, у меня прям это самое, прям тревогу, тревожность у меня повысили, может я забыл выложить, нет, вот список сериалов, вот книги и пилоты, все есть, все выложим, все файлы, да, вот, кто еще, один из участников оплатил только что курс, кто еще, давайте оплачивать, я самый херовый продавец в мире, но у меня почему-то все равно покупают, я не про продажи на самом деле, мастерская это лаборатория, то есть мы занимаемся, мы занимаемся исследованием, моя задача познать тайны бытия посредством старителлинга, я верю в то, что слово создает мир, да, то есть в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог, да, и вот это слово, наше слово с вами, да, это оно и есть, вот, мы создаем мир посредством нашего искусства, вот, и очень многие люди, они создают искусство, не зная, не понимая, что они делают, а мы понимаем, так, скажите, я уже писала, что нет российской карты, нашла знакомых, которые могут перевести деньги, но их двое, можно ли с двух карт оплатить, вот я не знаю, там частично можно или нет оплатить, вы мне знаете, что, вы мне напишите на мейл, я вам дам, найдем мы какой-нибудь способ, как это все перевести, переводами с двух карт, по-моему, через сервис там нельзя, я по-другому, найдем, найдем способ, как это сделать, напишите мне, вот, Молчанов, собака, Яндекс.ру, я вам дам счет, на который, если два платежа надо сделать, по-моему, там просто нельзя, по-моему, вот через сервис, через это, там нельзя дробить платежи, хорошо, все, друзья, я получил огромное удовольствие с вами, проведя эту неделю, каждый день я с радостью два часа шел на встречу с вами, поэтому вот с теми, кто остается с нами дальше, с вами увидимся, увидимся в декабре и будем вместе писать сериал, это у нас классно, в мастерской у нас классно, помимо того, что мы заняты делом и самым важным делом в мире, нет, нет никакого другого дела важнее, чем написание сценария, написание романов, написание пьес, да, нет, это самое важное дело, вот, помимо этого у нас клево, вот, и когда вот начались все эти, все это веселье началось, да, просто я с ужасом смотрел и как бы вот как люди, как без мастерской люди живут, как люди без мастерской выживают, да, то есть это у нас-то мы можем спрятаться в мастерской, закрыться от этого, как люди без мастерской выживают, Я вообще не понимаю, честно говоря. Я бы с ума сошел уже. Хорошо, друзья мои, все. Большое вам спасибо за вашу работу. Пока-пока. Обнимаю. Всех люблю.